Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Регионы показали наименьший дефицит за последние 10 лет. Об этом сообщает правительство России. По его данным, в прошлом году региональные бюджеты были исполнены с минимальным разрывом между доходами и расходами. Их общий дефицит сократился со 170 миллиардов до 12. Кировская область существенно сократит дефицит только в этом году. Изначально бюджет на 2017 принимался совсем без дефицита. То есть он был сокращен на 4 миллиарда рублей по сравнению с предыдущими годами. Теперь его размер порядка 200 миллионов. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове снизился уровень безработицы. К июню на учете в Центре занятости населения состояло 3,5 тысячи граждан. На почти 2 тысячи имели статус безработного. С начала года было устроено на работу 2 тысячи человек. На постоянную полторы тысячи из них. На учебу отправили 300 безработных. По данным городской администрации, уровень безработицы в Кирове на 1 июня – 0,74% от экономически активного населения. Это самый низкий показатель в Кировской области. К другим новостям. Кировские предприятия увеличили экспорт на 30%. Товарооборот региона со странами дальнего зарубежья за первый квартал текущего года превысил 230 миллионов долларов США. Предприятия Кировской области в основном поставляют на экспорт удобрения, древесину и изделия из нее, древесный уголь, продукты неорганической химии, котлы, оборудование и механические устройства. Итальянцы ищут в Кирове площадку для сырного завода. В регионе хотят делать аналог пармезана. Об этом рассказали во время визита в Киров представители инвестиционной группы из Флоренции. Как пишет навигатор, во время прошлого визита специалисты взяли пробы молока в нескольких хозяйствах на востоке области. Качество сырья их устроило. В августе на базе одного из молокоперерабатывающих предприятий итальянцы планируют осуществить несколько пробных варок сыра. Их результаты можно будет оценить в феврале 2018 года. Программа «Экономика». Каждый второй работодатель платит зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает Кировское управление налоговой службы. В первом квартале сумма начисленных доходов физических лиц составила 31 миллиард рублей и рост за год 3%. Налога с этой суммы насчитана около 4 миллиардов. Страховых взносов – 24. Анализ показывает, что из общего количества налогоплательщиков, выплачивающих зарплату, а это 21 тысяча, каждый второй выплачивает ее ниже прожиточного минимума, а одна треть ниже МРОД. Их ждут мероприятия налогового контроля, направленные на легализацию зарплат. Куротко несколько цифр. Более 10 миллионов рублей из областного бюджета получат городские и сельские поселения на самообложение. На 20% выросли неналоговые доходы области, в основном за счет платы за использование лесов. Полпроцента в мае составила инфляция в нашем регионе. В завершении валютах доллар на сегодня 57 рублей 44 копейки, курс евро 64,28. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.